хочу показать вам сегодня мой обед но вернее не мой это обед для саши вот сейчас понесу за стол это борщ это типа салата цезарь здесь нет ни оливок не маслин так как мы их не едим или может просто мы их не распробовали далее картошечка жареная давно я ее не делала в основном делаю либо целую картошку либо толчонку вот решила в этот раз сделать жареную картошку и домашняя сметанка да 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 у нас есть домашняя сметана это сашин дядя делает в мультиварке и и я тоже кстати заказала себе мультиварочку как она придет я вам ее покажу и тоже хочу попробовать сделать мультиварке домашнюю сметану обалденно напоминает прям домашняя сметана вот ну и к чаю конечно еще будут блинчики всем моим зрителям пламенный привет сейчас вышла с ванны сижу за компьютером читаю ваши комментарии хотела бы конечно я ответить на один комментарий мне его прислала лидия титаренко я лично хочу ответить на ваш комментарий потому что не хочу чтобы вы вводили заблуждение моих подписчиков и людей которые меня смотрят что где-то я не про неправильно сказала прочитаю ваш комментарий по поводу обучения и сдачи экзаменов по немецкому языку не везде так как ты рассказала везде по-разному у нас в павлодаре в гетто институте экзамены не принимают если не обучаешься тут же в гетто институте и экзамены проходят по разному процент отвечаю сразу по поводу процент что в павлодаре в гетто институте экзамены не принимают если ты обучался процент там же во первых такого не может быть если тем более то я не знаю как это в россии но я знаю как это в казахстане первых например если у меня нет денег чтобы я обучалась а в гетто институте значит получается я вообще не могу сдать экзамены такого тоже я но не может быть просто у меня есть одна знакомая семья мы с ними хорошо дружим кстати мариночка если ты меня смотришь тебе привет вот они сюда приехали они также сдали экзамены в гетто институте но они вообще ни на какие курсы не ходили они сами дома как самоучки они выучили немецкий язык до уровня 1 за 3 за три месяца они пошли сдали экзамены и сейчас они живут здесь и уже пошли работать уже пошли на работу да и и приехали они так же как и мы приехали вот и они они не вообще в гетто институт не ходили туда чтобы ходить там учиться во вторых мы ходили в возрождение возрождение в отличие от гетто института гетто институт себя содержит сам поэтому у него такие высокие ставки сейчас я я не поленилась я не зашла на страницу гетто института кстати я ссылочку сброшу вниз кому интересно стар дойч айнс с подготовкой с сиди утренний дневной вечерний курс стоит 30 тысяч тенге а если у меня нету таких денег 30 тыс тенге получается опять таки я не могу пойти вообще сдать что ли а возрождение я так скажу мы за целый курс мы платили всего лишь две тысячи тенге за весь курс мы туда ходили нам выдавали нам домой не выдавали книги нам выдавали книжки а назывались они халу нах бар а нам выдавали их на занятия и чисто символически то что пользуемся не то что пользуемся мы этими книгами то что возрождение снимала в кожи бы и помещения мы платили за это помещение чисто символически возрождение их содержит германия кстати я тоже кину ссылочку вниз чтобы никто не подумал что это где-то я там придумала с головы или я не так это рассказала кустанайское областное общество немцев возрождения что здесь вот у них написано кустанайское областное общество возрождения было образовано в сентябре 1989 года особенно ощутимая финансовая помощь поддержка германии стала с 2001 года там проводятся разные фестивали разные выставки а что они тут делают так создание центра встреч оказало большое влияние на возрождение языка культуры народа ежегодно проводится фестиваль который собирает до трех сот немцев со всех областей в год проводится около семидесяти курсов по изучению языка и проходят они в шести региональных областях вот так дальше основные цели это бесплатное медицинское обслуживание труда немцев социально незащищенных слоев немецкого населения с выдачей им необходимых медикаментов для курсов лечения и многое другое ежегодно проводится акция зимняя помощь и это все делает германия они каждый год потому что когда я учила там немецкий язык возрождения нам преподавательница говорила что каждый год немцы приезжают посмотреть как же это все проводится они могут зайти на любой курс они могут посмотреть куда же они вкладывают деньги так что я никогда не поверю что гетто институт если ты в нем не учишься то ты не можешь сдать экзамен такого не бывает кстати еще я зашла посмотреть стоимость экзамена стоит 16 тысяч тенге вы представьте себе вам надо только заплатить 30 тысяч за то что вы ходите на курсы плюс еще 16 тысяч тенге за экзамен а за подготовку за подготовку тоже по моему там сколько то надо и еще кстати я зашла если вы говорите что как же там было написано сейчас этот комментарий дочитаю и экзамены тоже проводятся по-разному экзамены не могут проводиться по-разному потому что есть специальная специальный формуляр по тому как проводится этот экзамен я не могла никого ввести в заблуждение потому что экзамен а1 он проводится для всех одинаково а2 может быть проводится по-другому b1 я не знаю как они проводятся я его не сдавала так как мы сдавали а1 здесь я тоже кину ссылочку вниз чтобы вы это тоже посмотрели здесь написано первая часть описания экзамена этапы экзамена экзамен старт состоит из двух обязательных этапов как я и говорила письменный групповой экзамен и устный групповой экзамен идем дальше с первой по третью часть это получается задание это аудирование как я говорила что вы слушаете это херен потом тесты и задания к модулю чтения как правильно я говорила что вы читаете потом отмечаете и как я говорила что модуль письмо вы пишите письмо я это тоже все рассказывал потом во время проведения модуля говорить говорить говорение получаете ключевые слова и сюжетные карточки это я тоже говорила что это там это все происходит так формуляры экзамена включают в себя вот про экзамен который я рассказываю как проводился он у нас бланки для аудирования потом для письменного экзамена бланки про время я говорила что я не помню точно какое время сейчас вот я вам скажу вот тут написано аудирование длится около 20 минут чтение длится 25 минут письмо вы будете писать 20 минут всего у вас займет 65 минут модуль говорение проводится в форме группового экзамена в котором принимают участие не более 4-х человек я так и сказала по-моему 4-5 человек вот так вот вообще 4 да человека его продолжительность всего 15 минут вот время на подготовку конечно там не предусматривается как и чё это также всё-всё-всё-всё-всё я это вам рассказала оно не может быть не как экзамен проводиться по-другому он проводится для всех одинаково и сейчас я скажу вам баллы и оценки от 0 до 50 до 59 значит не зачтено экзамен не сдан от 60 до 69 значит это достаточно вы проходите получаете свой сертификат сертификат от 70 до 79 удовлетворительно тоже сертификат конечно же получаете от 80 до 89 это хорошо и от 90 до 100 баллов это отлично так что ничего не может быть по-другому что вы мне написали что по поводу обучения и сдачи экзаменов по немецкому языку не везде так как я рассказывала везде по-разному это нам в ГЭТ-институте говорили что вы не сдадите и надо вам заниматься у нас вот и все что они сказали ну а так что вы не верьте потому что мы знаем вот Марина да с мужем они вообще никуда не ходили ты можешь сам заниматься пойти записаться на экзамен тем более я вот даже сказала что 30 тысяч тенге у них стоит их курс другое дело то что тебя готовят экзамен да получается мы платили всего 2000 тенге и то это было чисто символически то что то что возрождение ну то что как она говорит то что я сказала что если я буду возрождение учиться то я тогда не сдам такое вообще не верьте никогда вы если боитесь или чего-то этот мы можете спокойно прийти протестовать любой человек который хочет сдать этот экзамен ему не важно где он учится там в возрождении или в Гёте институте или он учится самостоятельно дома у нас хорошо подготовили у нас возрождение отлично подготовили мы с первого раза сдали кстати с нами было 2 или 3 девушки которые из Гёте института они же сказали что у них принимали ихние же учителя они не сдали они вообще не сдали не набрали баллов странно хотя они гарантию им давали так что я надеюсь что я не слишком грубо ответила не хотела конечно но обязательно я все вот эти ссылочки оставлю для других моих подписчиков которые еще не сдали этот экзамен чтобы они почитали как это все проводится сколько же стоит это в Гёте институте и скину кстати ссылочку на именно на возрождение я даже вот посмотрела возрождение также есть в Шемкенте Таразе Талдыкургане Актубе Алматы Астана Караганда Кашитау Кустанай Павлодар Петропавловск и Семей они там есть но я не знаю проводят ли они такие курсы вообще как бы они должны и опять таки я повторюсь что разница Гёте института и возрождение что Гёте институт содержит себя сам а возрождение содержат сами немцы которые постоянно присылают новые книги по которым занимаются такие вот как мы например да которые хотят уехать и не у всех есть деньги знаю только одно правило возрождения если ты три раза записываешься и три раза не приходишь на курс тебя записывают конечно сразу в черный список ты уже не можешь попасть потому что ты как они говорят занимаешь просто чужое место и возрождение всегда забито там всегда забито народом вот сколько мы раз были нам говорили попадете вы не попадете но слава богу мы попали и преподаватели там отличнейшие ну я не знаю я рада я не знала вообще немецкий сдала его с первого раза все что слушала я понимала все что этот правда когда мы разговаривали конечно я там растерялась немножко и когда письмо там не совсем раскрыла эту тему если вы еще не сдали экзамен то вы не переживайте если вы вам такое говорят что если вы не учитесь в гетто институте значит вы не сдадите это неправда это неправда это неправда а